Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Городки и службы продолжают работу по пресечению несанкционированной торговли и выявлению нарушений в сфере благоустройства. В начале августа Управление муниципального контроля совместно с сотрудниками Управления особо охраняемых природных территорий Краснодарского края патрулировали заказник «Большой Утриж». На этой неделе прошла очередная проверка заповедной территории. На этот раз совместно с сотрудниками ГИБДД. В Анапе самовольно установленные нестационарные объекты демонтируют и вывозят на специальную площадку. Сотрудники Управления муниципального контроля ежедневно фиксируют нарушения и после уведомления собственников торговых точек принимают меры, необходимые для того, чтобы навести порядок в городе. Киоск «Травы Кавказа» и стеллаж с сувенирами демонтировали на этой неделе на центральной улице Гребенской. Хозяин кафе на улице Трудящихся после получения письма лично демонтировал самовольно возведенный объект и убрал столы и стулья с муниципальной земли. Глава Анапы Сергей Сергеев поблагодарил предпринимателей, руководителей городских служб и жителей курорта, всех, кто не остался равнодушным к беде наших соседей с Украины. О работе с беженцами шла речь на общегородском планерном совещании. До нового учебного года осталось две недели. Подготовка школ к первому сентября вышла на финишную прямую. Оценку проведенной работе даст специальная приемочная комиссия. Роспотребнадзор, отдел надзорной деятельности, профсоюзы и правоохранительные органы делают свои замечания директорам школ. Время на устранение недочетов еще есть. На этой рабочей неделе глава курорта отправился в гимназию Эврика и среднюю школу номер 7, чтобы лично проверить, как учреждения готовятся ко дню знаний. Также Сергей Сергеев оценил проведенные работы на спортплощадке, поинтересовался, планируют ли руководители использовать территорию бывших теплиц для строительства модульного здания для начальной школы и выразил уверенность, что все его замечания примут как руководство к действию. На этой неделе в городском театре ведущим учреждения культуры нашего города начали ремонтные работы. Депутаты городского совета и глава АНАПы, желая видеть Центр культуры в достойном состоянии, выделили средства на ремонт концертного зала. 9 августа Россия отметила День физкультурника. В праздничный день в АНАПе прошли десятки спортивных мероприятий. Состязания, честование спортсменов, показательные выступления лучших из лучших мастеров в городе и во всех сельских округах. Поскольку АНАПа в первую очередь курортный город, соревнования открылись на Центральном пляже, где на площадке возле реки АНАПки прошли состязания по пляжному футболу и волейболу. Эстафету волейболистов вскоре подхватила театральная площадь. Можно сказать, что из театральной она превратилась в спортивную. А вечером здесь же состоялось торжественное награждение победителей всех соревнований. Им вручили грамоты, медали и памятные подарки. Полуостров свободы, рока и народного фольклора – так можно было назвать атамань в минувшие выходные дни. Многочисленных гостей музея под открытым небом не остановил даже летний зной. Сюда приехали за впечатлениями и открытиями, и атамань оправдала ожидания. И впервые в этом году гостеприимная атамань встречала на своей земле участников байк-фестиваля. На музыкальное событие, торжественное открытие которого состоялось вечером 8 августа, съехались байкеры из России, ближнего и дальнего зарубежья. На сценических площадках выступили 18 рок-групп. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Поход в кафе с риском для здоровья в Анапе закрыли очередное сомнительное заведение. Заместители главы Анапы отчитываются о результатах работы за первое полугодие 2014 года. Детский садик на пляже. В Анапе гостям курорта оказывают и такие услуги. Сейчас обо всем подробнее. Кафе под открытым небом и здесь же временное пристанище гастарбайтеров. В июле хозяин наспех открытого кафе попытался наладить работу. И не где-нибудь, а у Стеллы с Орлом. Расчет коммерсанта, видимо, был такой. У достопримечательностей каждый день останавливаются сотни отдыхающих. Заработать можно легко и быстро, но не на здоровье людей. Незаконную деятельность пресекли сотрудники управления муниципального контроля. Подробности в сюжете. Спрятанные в кустах столики, казаны, стоящие прямо на земле, мангал – все свидетельствовало о том, что здесь работала точка общественного питания. Только вот условия поражают. Ни воды, ни канализации, а холодильники, чисто кухонноутвари и в форме на поваре и речи нет. Электричество сообразили подключить. Правда, незаконно. Да, земля в частной собственности, но ее назначение для сельскохозяйственного производства не увязочка. Работала кафе недолго. При выезде у специалистов муниципального контроля, оно было обследовано, и администрацией муниципального образования подготовлен иск в суд с целью приостановить деятельность и сноса незаконно установленного сооружения. Собственник земельного участка, не дожидаясь решения суда, в добровольном порядке демонтировал данный объект. Свою деятельность хозяин заведения, мягко говоря, не афишировал. А как только кафе заинтересовались городские службы, вовсе стал прятать работников за высоким зеленым забором. Собственника земельного участка предупредили – заведение закроют. Опасность от таких точек общепита огромная. Еду посетителям готовили в полной антисанитарии. Повара отдыхали тут же, в палатке. Что со здоровьем у самих работников заведения, неизвестно. Вряд ли кто-то из них позаботился об оформлении санитарной книжки. Между тем, безопасность жителей и гостей города-курорта на особым контроле. Как вероятность того, что возможно было отравление людей при питании в этом кафе, также это имеет признаки уклонения от уплаты налогов. Так как налог земли сельскохозяйственного назначения, естественно, отличается существенно от налога на землю с объектами коммерческого назначения. Несмотря на то, что собственник старательно отрицал работу точки общепита, факты говорят об обратном. А вот посещение такого кафе для посетителей могло закончиться плачевно. Хорошо, что большинство отдыхающих понимали это и обходили стороной сомнительное заведение. С серьезными отравлениями, я думаю, что, конечно, в этих кафе в такую жару-то небезопасно обедать. Тем более детей накормить. После этого, может быть, и летальные исходы, все что угодно, вполне возможно. Потому что дети получают высокую температуру. Это нагрузка на почки, на сердце нагрузка, на кишечник. Кишечник, расстройство кишечника, ну что хорошего. Надо, если открывать кафе, то оно должно быть полностью принято санпином, всеми остальными органами. Тогда, пожалуйста, если люди хотят зарабатывать деньги, только достойно, чтобы они заработали, чтобы мы не отравились. Меры сотрудники управления муниципального контроля приняли вовремя. Собственник земельного участка самостоятельно демонтировал кафе. Услуги сомнительного качества жителями гостям города больше не оказывают. Мониторинг города-курорта продолжится. Муниципальный контроль проверяет законность установки и работы торговых точек. Судьба у самовольных строений одна – ликвидация. И в продолжение темы. Пресечение незаконной торговли, борьба с самостройами и нарушителями правил благоустройства и санитарного порядка. Все это задачи службы, не так давно созданные в составе управления муниципального контроля. Активная работа началась в мае. О достигнутых результатах общественникам Анапы рассказали на первом отчетном совещании в администрации. Реорганизация управления муниципального контроля была проведена в мае этого года. Мы не так давно с вами встречались. Я представляла новую службу. Или даже, скажем, служба была, но в новом качестве. И сегодня у нас первый отчет. Первый отчет о проделанной работе. Они работают с мая в новом составе и с новыми полномочиями и поручениями. Сформировано новое подразделение – отдел обеспечения соблюдения правил благоустройства. Созданы семь мобильных групп, за каждой из которых закреплена своя территория, город и сельские округа. Дам отчет не только о проделанной работе нового нашего созданного отдела по благоустройству. Я также вам расскажу еще о других отделах, которые есть в нашем управлении. Наше управление состоит из трех отделов. Отдел муниципального земельного контроля, отдел обеспечения соблюдения правил благоустройства и отдел информационного обеспечения. Сотрудники управления ведут ежедневный мониторинг территории города-курорта, следят за соблюдением правил благоустройства и санитарного порядка, выявляют самовольно возведенные строения. Основная цель – профилактика. Нарушителей предупреждают и дают время для устранения недочетов. К тем, кто не слышит и не желает выполнять требования закона, применяют меры воздействия. Так, например, Анапу освобождают от самовольно установленных некапитальных объектов. 37 таких уже демонтировано. 13 сооружений владельцы убрали сами. Специалисты отдела муниципального земельного контроля провели 144 проверки, 83 – плановые и 61 – внеплановую. Особое внимание соблюдению земельного законодательства. По результатам проведенных проверок выявлено 53 нарушения в виде самовольного занятия земельного участка. Например, как Садовая – 26. Материалы, направленные в Росреестр. Собственник привлечен к ответственности. Спортивная – 10. Материалы, направленные в управление Росреестром. Также собственники привлечены к административной ответственности. Все собранные в ходе мониторинга данные систематизируются отделом информационного обеспечения, а затем размещаются на официальном сайте администрации курорта с фотографиями и описанием объектов. В настоящее время на интернет-страницах 101 самострой. Жители и гости Анапы в любой момент могут обратиться к этому списку, чтобы обезопасить себя от вложения средств в самострой. Большую помощь сотрудникам службы оказывают представители территориальных органов самоуправления, выявляют нарушения и сообщают в управлении. Работу вы делаете большую. 27 мая вас представили нам. Сегодня вы уже отчитываете. Это очень короткий период, а сделано очень много. За два месяца сделано немало. С 1 января по 7 мая этого года за несоблюдение правил благоустройства составлено 53 протокола. С момента укомплектования отдела выписано более 300 извещений. Хорошее начало положено, впереди еще много работы. Порядка на курорте можно добиться только сообща и ежедневным кропотливым трудом. Социальная сфера в цифрах и фактах. Заместитель главы Анапы Людмила Марашова, курирующая это направление деятельности городских властей, вслед за коллегами отчиталась о результатах работы за первое полугодие 2014 года. О самом главном расскажем прямо сейчас. Первым пунктом отчета заместителя главы города-курорта Людмилы Марашовой стала работа с молодежью. За первое полугодие текущего года управление по делам молодежи провело 1657 мероприятий различной направленности. В них приняло участие 111 305 подростков и молодежи. Этот показатель на 53% больше, чем за аналогичный период 2013 года. Анапское управление по делам молодежи занимает первое место в крае по направлению военно-патриотического воспитания. Новая задача в работе – развитие молодежного предпринимательства. Программа «Ты – предприниматель» поможет молодым людям приобрести необходимые знания для открытия своего дела. Особое место занимает профилактическая работа с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Несовершеннолетние на общении совершили 15 преступлений, но это на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хочу обратить внимание, что из них 17 несовершеннолетних сняты с учета в связи с исправлением. В общем-то это очень существенно. Продолжается работа по исполнению детского закона. Проведено 182 рейда, сформировано более 2,5 тысяч рейдовых групп и выявлено 450 подростков, допустивших нарушение закона 1539. Центром внимания служб социальной сферы всегда является человек. Поэтому одна из основных задач – сохранение и укрепление здоровья. Бюджет отрасли в этом году больше, чем в прошлом году на 10 миллионов за счет средств обязательного медицинского и социального страхования. По итогам первого полугода текущего года среднемесячная зарплата у врачей, среднего нет персонала и прочего персонала увеличена. И вы видите на слайде, на 37% у врачей у среднего медицинского персонала 28% и прочего персонала 54%. В связи с недостаточной укомплектованностью врачебными кадрами идет работа по привлечению специалистов из других территорий. В настоящее время привлечены 32 медика из различных регионов Российской Федерации. Также мы работаем с Кубанским государственным медицинским университетом. 26 студентов заключили договор в рамках программы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения». Как только они заканчивают свой институт, мы их ждем в стены наших медицинских учреждений. Ведутся работы по капитальному ремонту фасада здания родильного дома. После капремонта благоустроили территорию возле соматического корпуса детской больницы. Текущие ремонтные работы проведены в поликлинических отделениях участковой больницы номер 2, в Гастагаевской и села Джигинки в нескольких амбулаториях. Планируется строительство трех офисов для общей практики. Вот уже во время моей работы управление здравоохранения отправило полный пакет документов на два таких офисов по 8,5 минут стоимостью каждой. Это в коктале садового бампа и чекольный. И сейчас готовится еще один пакет документов для утра рассвета. Наряду со славой Всероссийского детского курорта она подавно стала культурным центром Юга России. Это заслуга огромной армии культработников. В апреле по результатам краевого смотра 82 творческих коллектива курорта подтвердили звание «Народный самодеятельный» и «Обрасовый художественный». 19 получили звание впервые. В 2014 году проведен капитальный ремонт четырех учреждений культуры. Всего в первом полугодии на территории города-курорта Анапа проведено 4195 мероприятий. Вот посчитали, получается, что 2 миллиона 264 тысячи человек, ну раз, наверное, да, люди посетили наше мероприятие. Наши коллективы сегодня представляют город Анапу в различных уголках России, в Москве, в Санкт-Петербурге, а также в район в Турции, в Германии. И они за первое полугодие привезли 672 награды различного уровня. Одной из самых крупных в Анапе является отрасль образования. Ее бюджет составляет 1 миллиард 785 миллионов рублей. В текущем году на капремонт образовательных учреждений выделено почти 30 миллионов рублей. На строительство и реконструкцию более 37 миллионов. В рамках подготовки к новому учебному году плановые ремонты проводятся во всех учреждениях образования. Важнейшим направлением работы является профилактика социального сиротства. Здесь действенным инструментом стала деятельность мобильной скорой семейной помощи, которая с начала года совершила 62 выезда, из них 20 экстренных. И помощь оказана 74 семьям. За отчетный период достигнутых социальных сферей нашего города Курорта немало. Но, однако, это не показатель для того, чтобы жить спокойно. У нас есть преддепланы, некоторые я из них озвучила в течение своего доклада. Впереди предстоит еще больше работы, главный оценка, который – улучшение социально-экономического положения всех анапчан. Заслушав доклад, глава города Курорта Сергей Сергеев поставил перед своим заместителем ряд задач. В сфере культуры – продолжить ремонт учреждений, особенно сельских. Рассчитывать при этом на собственные силы, местный бюджет и спонсорскую помощь. Продолжить организовывать Дни здоровья не только в сельских округах, но и в городских микрорайонах. В сельских округах задача – по-прежнему проводить Дни здоровья два раза в год. Сотрудники Рота ДПС вынуждены усилить контроль за всеми участниками дорожного движения. На территории Краснодарского края только за первые четыре дня августа совершено 10 ДТП, в которых погибли или получили ранения 149 человек. В целях стабилизации обстановки инспектор Анапской Рота ДПС проводит операцию «Курорт-2014». Особую обеспокоенность в крае вызывает состояние детского травматизма. По статистике ДПС края в полтора раза увеличилось количество ДТП только во второй половине июля по вине мотоциклистов. Личный состав Рота ДПС Анапы ориентирован на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения всеми участниками. Но основное внимание – мотоциклистам и пассажирскому транспорту, предназначенному для перевозки детей. В преддвериях учебного года сотрудники Роты ДПС обращают пристальное внимание на водителей автобусов, перевозящих детей, проверяя у них соответствующие документы, а именно такие, как свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение, страховой полюс, а также путевой лист водителя. На трассе Анапа-Порт-Кавказ за сутки дежурства нарушителей мотоциклистов не выявлено. Документы, экипировка у всех в порядке. Для чего и как максимально обезопасить себя, знают опытные водители. Человек должен защитить себя полностью во избежание травм. У каждого есть семья, у каждого есть родные, которые не хотели бы видеть вас на больничной койке или того еще хуже. Нужно мотоцикл ставить на учет, потому что смысл в чем? Что транспортное средство должно быть зарегистрировано, оно должно где-то числиться. И человека должны хотя бы знать, кто это передвигается на этом мотоцикле, кто это едет. И в случае даже того же ДТП нужно знать, кто это, как это и что это. Операция Анапской роты ДПС «Курорт-2014» по выявлению нарушений правил дорожного движения продолжается. Лидер экономики Кубани, предприятие Анапы – центральный рынок. На краевом конкурсе получил диплом лауреата. Итоги конкурса подвели в Краснодаре 6 августа. Предприятие «Центральный рынок» вошло в тройку лидеров номинации торговли и предоставления услуг. По результатам проведенного конкурса «Лидер экономики Кубани» центральный рынок стал лауреатом краевого конкурса. Для нас это большой показатель и оценка нашей положительной финансовой экономической деятельности. Главными критериями оценки на краевом конкурсе были, конечно, такие, как финансо-экономические показатели за последние два года. Это развитие материально-технической базы. И то, что за последние два года было выплачено больше 18 миллионов и налогов, и сборов в консолидированный бюджет края – это тоже играло немаловажную роль. Конкурс «Лидер экономики Кубани» проводится в крае с 2005 года. За это время в нем приняло участие более тысячи организаций. Анапчане приняли участие в конкурсе наряду с солидными предприятиями-гигантами. Среди участников были нефтеперерабатывающие заводы, крупнейшие сельхозфирмы и строительные компании. В рамках конкурса ежегодно определяют сильных участников рынка, способных выдержать конкуренцию, показать высокие результаты и продолжать развиваться. Все эти качества присущи и анапчанам, представителям и руководству центрального рынка. Продолжаем выпуск. Уникальная возможность отправить ребенка в детский сад во время отпуска теперь доступна для гостей курорта. Для их малышей на центральном пляже Анапа работают две оборудованные площадки. Детский сад прямо на пляже. Услугами воспитателей такого садика могут воспользоваться все, кто отдыхает у моря. Территория огорожена. Для детишек надувные горки, бассейны и игрушки. Маленькие гости с удовольствием осваивают свою новую игровую площадку. С ними занимаются, развлекаются, читают им книжки, различные игры играют. А в это время родители могут сами спокойно сходить и скупаться, посидеть в кафе, потому что у них тоже отдых. Им хочется и детей оздороветь, и самим отдохнуть. Вместе с детьми радуются и родители. Здесь предусмотрено все, чтобы они не беспокоились за своих чад. А малыши наслаждались общением друг с другом. Дети находятся под постоянным присмотром воспитателей. Оставить ребенка можно на любое время с 8 утра до 8 вечера. Очень здорово, это очень удобно. И детям очень нравится, мне кажется. Они с удовольствием здесь играются. И, в принципе, море рядышком, и здесь для них водичка есть. Ну, были в других отдыхающих зонах, да, там не хватало этого. Потому что ребенок устает, ему надоедают, ему не нравится наше развлечение. А тут вот есть возможность прийти в любое время, уйти в любое время. А тут время неограничено, допустим. Очень нравится это. Корректива в работу детского сада на пляже может внести погода. В сильную жару или ветер его закрывают, чтобы не рисковать здоровью малышей. Тут же на центральном пляже выделили отдельную территорию для школьников детских площадок. За ребятами следят спасатели, медсестра. Особые условия для детей есть и в море. Береговая линия поделена на специальные неглубокие акватории для малышей и для тех, кто не умеет плавать. Представленными услугами можно воспользоваться до конца курортного сезона. И в продолжение темы. Благоустройство пляжных территорий не останавливается ни на день. Сотрудники муниципального предприятия и объединения курортных услуг установили на Гребенских воротах, за которыми начинается центральный пляж, светодиодное информационное табло. Удобно и полезно для отдыхающих. Кроме даты и точного времени, жителями гостям курорта сообщают достоверную информацию о температуре воздуха и воды, направлении ветра и степени волнения моря в баллах. Все показатели постоянно обновляются. Данные передают и проверяют не только встроенные датчики, но и сотрудники спасательного поста. Все эти данные у нас, и температура воды, и направление ветра, воздуха, мы замеряем на спасательном посту, у нас медсестра есть, и вносим корректировку сюда с помощью компьютера. И по запросу ГИМСа. Если шторм, то там будет уже написано шторм, и указаны баллы. И купание запрещено. Удобная особенность пляжного новшества. Информация легко читается даже в солнечный день. Курортники сразу заметили новое оснащение входа на пляж и не проходят мимо, не узнав данные о погоде и времени. Иные фотографируются с новой достопримечательностью. Вчера целый день искали посмотреть, сколько времени. А сегодня только увидели. Чтобы люди знали, какая температура. Здесь идет температура воздуха, температура воды. Какая дата. Чтобы не потерялись. Продолжаем выпуск. В республике детства Виталия открыли памятник адмиралу Павлу Нахимову. Традиционная патриотическая смена в санатории ВИТО объединяет кадетов из Союзного государства России и Беларуси. Подробности в торжественной церемонии в сюжете. Они уже смотрят на мир и события по-разному. Гражданские виталианцы и курсанты кадетских училищ Союзного государства России и Беларуси. У них особая стать и военная выправка. Физическая подготовка по всей строгости на построении и в каждом синхронном шаге во время парада. Торжественным маршем участники военно-патриотической смены в санатории ВИТО открыли значительное событие в истории республики Виталия. На территории парка здравницы открыт бюст адмиралу Павлу Нахимову, российскому флотоводцу, герою севастопольской обороны. В прошлом году был открыт бюст выдающемуся полководцу генерал-иссему Суворову. Сегодня мы открываем бюст не менее выдающемуся флотоводцу адмиралу Нахимову. Это люди, с которых нужно брать пример и нужно следовать в жизни именно так, служить Отечеству, как служили они. В праздник о вас всех! Мне, как выпускнику Минского Суворовского училища, вдвойне приятно сегодня видеть здесь ребят из родного Суворовского училища. Более сорока лет назад надел вагоны, был точно таким же пацаном, как и вы. Прошел большой, я считаю, жизненный армейский путь. Хочу пожелать во всем успехов в учебе. Курсанты президентских кадетских училищ Краснодара и Ставрополя, военных училищ Беларуси на территории Виты, подданной республике Виталия, где все строго подчинено иерархии. Организационные моменты устраивают супрефекты. Они нам делают концерты, помогают нам им всем. Префекты нас водят на море, смотрят за нами в столовую. А главы городов нам обеспечивают полный отдых. Каждый день смены особенные и уникальные по содержанию. Здесь нет борьбы, здоровой конкуренции соревнования, нет избранных, каждый талантлив. Делят ребята только южное солнце и море, которого достается всем поровну. И восторг от церемонии открытия бюста адмиралу Нахимову. Это очень выдающийся флотоводец. Он является примером для всех будущих генералов, адмиралов. Присутствуют те, которые сейчас присутствовали на линейке. Кадетские, Нахимовские учреждения. Все это будущие военачальники. Вот эти памятники Суворову, Нахимову – это пример жизни, пример доблести, пример воинской славы, пример служения Отечеству. Вот эти смены, они помогают не только ребятам немножко отдохнуть и выздоровиться, но и подружиться. И я думаю, что в будущем это пригодится и в службе, и в тех делах, которыми они будут заниматься. А профессию они избрали непростую, профессию служить Родине. Единство народов истории и будущего – девиз, которым начинается каждый день в лагере. Девятый год проходит патриотическая смена в курортной Анапе, раскрывая радушие Великой России для гостей союзного государства. Я вот в России бывал, я ездил в турне по России, ездил в Смоленск, Можайск, Бородино. В 2012 году было дорогами войской славы. Вот, увидел много чего, в Москве много раз побывал. Россия – это прекрасная, великая страна. С великими традициями и по традиции смены в торжественный день открытия бюста курсанты сделали общее фото, чтобы через время уже большими начальниками посмотреть на себя юных. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов тайны Медной горы. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В субботу 16 августа в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 31-33, ночью до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 751 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 28 градусов. Воскресенье 17 августа солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 30-32, в ночь на понедельник 24 градуса. Ветер переменной южного и юго-западного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 28 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны 48300 и 48333. Продолжение следует...